Чугунова Анна. Сказка «Девочка и леса». Маргарита, эту сказку я написала специально для тебя и, конечно, для всех слушателей и зрителей канала «Читаем детям». Итак, однажды девочка решила прогуляться по полю в деревне. Она шла по тропинке, короткая трава ежиком щекотала ее босые ноги. Впереди было широко и просторно. Вдали на волнистых склонах видны лоскутки поля. На одном из них, изумрудном, лежали крошечные, будто игрушечные, стажки сена. Небо над головой было осеннее, глубокое. Солнце уютно дотрагивалось и тепло освещало деревья. Цветов вокруг уже не было, они не будут зря цвести перед холодами. Высокие колкие колоски и метелки песочного цвета покачивались в такт внутренней мелодии. Девочка вдыхала запах еще теплой земли и пряных трав. Иногда она обнаруживала заблудшие шарики одуванчиков и отправляла в полет парашютики вместе с ветром обозревать окрестности. Вдруг девочка заприметила бородатую нору в песочном склоне. Бородой были корни, которые оттеняла черная чернота таинственной дыры. Девочка заглянула в сырую круглую нору. Интересно, кто здесь живет? Может быть волк? Нет, слишком близко отсюда деревня. Тогда барсук или лисица? Возможно, в доме на краю поля давно жаловались, что пропадают курицы. Девочка тихонько позвала. Из норы выглянула любопытная мордочка. Лиса совсем не испугалась, девочку животные любили. Так это твой дом, обрадовалась девочка. Мой, гордо подтвердила лиса. Какая ты маленькая, оказывается. Совсем не как на картинке. Как же ты смогла унести и дотащить огромных куриц? Не трогала я ваших кур, обиделась лиса. Мне и так еды хватает. Вообще, я могу справиться только с цыпленком. Курица для меня слишком большая и сильная. Я верила, что это была не ты, обрадовалась девочка. Наверное, ты зайцев в лесу ловишь. И зайцев я не трогаю. Что за глупости? Они больно дерутся ногами. И совсем не трусливые. Убегают только, когда опасности не избежать. Моя еда, мышки, птички. Надо же, удивилась девочка. В книгах все иначе. Целый ворох вопросов теснились у нее в голове. Ведь она впервые видела лису, но не на картинке. А почему во всех сказках тебя называют хитрый? Слетел с языка нескромный вопрос. Сложно сказать, задумчиво повела мордочка лиса. Ведь сказки придумали вы, люди. Может быть, из-за моих раскосых глаз? А на самом деле в лесу и волк меня хитрее, и медведь во сто крат. По сравнению с ними я очень маленькая и беззащитная. Для меня они опасные враги. Я с ними стараюсь не встречаться. Глупостями их не заболтаешь. Только на свои ноги и можно рассчитывать. Сама удивляюсь, как это нас лис еще в лесу не съели? Наверное, потому что нас гораздо больше в лесу. Да, у вас обычно так много детей лисят, улыбнулась девочка. Ей очень не хотелось своим вопросом так расстроить лису. И она попыталась перевести разговор на приятные темы. Представляю, какие они милые! Мечтательно улыбаясь, добавила она. Так лиса и девочка увлеченно проговорили до вечерних туманов и золотистого солнца, просветившего сквозь мохнатые метелки трав. Туман оставался над камышами, так таинственно, будто на картинках в книжке про водяных и леших. Так девочка и лиса сердечно попрощались, договорившись встретиться снова.